Всем доброго времени суток! За судьбой белого медведя, который сам вышел за помощью к людям в Красноярском крае России, следили миллионы людей. В его пасти застряла консервная банка из-под сгущенного молока. Острые края впились глубоко в язык и освободиться самостоятельно зверь не смог. Несколько дней животное не могло ни пить, ни есть, а малейшее движение пасти приводило к пронзительной боли. Ветеринары уточнили, что основная опасность для медведя из-за застрявшей банки состояла в том, что животное могло быть обезвожено. Консервная банка также могла повредить пасть животного, особенно если медведь из-за стресса пытался самостоятельно ее извлечь. Сначала медведь пришел на метеостанцию, которая расположена в нескольких километрах от поселка Диксон. Там ему попытались помочь метеорологи. Медведь сам просунул ему морду сквозь прутья крыльца, но люди поняли, что самостоятельно снять банку с языка бодрствующего медведя они не смогут. Тогда на помощь медведю вылетели ветеринары московского зоопарка и специалисты российского природного надзора. Путь был непростым. Сначала нужно было долететь до города Норильска, где пришлось задержаться из-за плохой погоды, потом добраться до самого Диксона. Медведя обнаружили в трех километрах от аэропорта Диксона. Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Ветеринары обработали язык, на нем было множество глубоких порезов. Попавший в беду медведь оказался молодой медведицей. Она весит примерно 80-90 килограммов. Ветеринары понаблюдают за ней еще несколько дней, после чего отвезут в естественную среду обитания и оставят вместе с запасом рыбы, так как первое время медведице будет сложно самостоятельно добывать себе еду. Местные уже приготовили для нее три мешка свежей рыбы. К сожалению, случаи подобные этому происходят все чаще. Чем активнее человек осваивает Арктику, тем больше отходов он оставляет за собой, тем серьезнее угроза обитающим в этих местах видом, и дикие животные теперь живут в окружении опасных отходов, которые остались от человека. Сейчас правительство занялось решением проблемы, но на очищение природы уйдет несколько лет. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Если понравилась история, ставьте лайк! Всем пока!